Хей! Всем большой привет, дорогие ребята! Меня зовут Ритмаус, и добро пожаловать на мой второй канал под названием Сундукит Мауса. Это уже 17-я серия по бежанию в Майнкрафтин версии 1.18 без модов, и в прошлой серии мы с вами наконец-таки нашли себе целую кучу алмазов, а именно 16 штук. Между прочим, это 1 четвертая целого стака, поэтому очень классно. Также мы отыскали себе немного железа, дофигища рудной медины, и в принципе зачаровали кирку на Удачу 3. Где она у нас находится? А, вот она, железная кирка, эффективность 4 и Удача 3. И именно с помощью неё мы с вами добыли столько алмазов, и поэтому сегодня я буду себе, наверное, делать какую-то броню, потому что надо быть более защищёнными, и я опять-таки сегодня отправлюсь в фатское измерение, потому что мне нужно найти крепость. Сегодня у меня в планах действительно именно её отыскать, не знаю, насколько это будет успешно, но надеюсь, что всё получится. Поэтому прямо-таки сейчас я выкладываю все нужные и ненужные вещи. Естественно, нужно быстренько положить на переплавку рудную медь, потому что она в дальнейшем у нас пойдёт на строительство всяких разных интересных блоков и так далее. Короче, всё классно будет. Ну и, естественно, что я ещё сделаю, вот это всё дело выложу, повыкладываю, потому что мне это всё сейчас не нужно. Во-первых, у меня в планах сейчас сделать себе нагрудник вот такой, и, наверное, я себе ещё сделаю штанишки, думаю, да? Думаю, да, думаю, штанишки отлично. Все алмазы потратили, в принципе, не очень-то прикольно то, что именно все потратили, но ничего страшного. Самое главное то, что теперь мы можем всё это дело зачаровать и будем очень защищёнными типами, а это очень классно. Так что прямо сейчас кладём всё это дело сюда и смотрим, на что мы можем. Огнеупорность, взрывоустойчивость. Я думаю, в аду огнеупорность будет гораздо прикольнее, правильно? Правильно, огнеупорность у нас есть. Что ещё? Защита 2 и защита... Да, защита 2, конечно же! Вот это я понимаю! Одеваемся! Давайте! Отлично! Теперь-то я понимаю то, что я уже нормально так защищённый. Мне уже и уфриты будут не страшны, потому что на грудь нагнеупорность это просто офигительно. Ну и, в принципе, у нас, ребят, у нас уже целых 12 жемчуков эндера, вы понимаете? Скоро времени, если найдём уфритов и получим с них огонь, то можем в дальнейшем сделать из огненного порошка и окей эндера. Вернее, эндер перлов окей эндера. Офигенно, короче, будет скоро времени, можно уже на дракона идти. Я просто в шоке. Это было бы прекрасно и скоро это 100% пра и зайдёт. Сейчас я это повыкладываю. Это дело можно быстренько тоже положить по сундучелам. Вернее, ну, вы поняли, о чём я говорю. Вот, ну и, в принципе, да. Всё, ребята, всё сделали. Мы молодцы, у нас всё переплавляется. Я опять-таки хочу выложить последние вещи, а именно вот эти, вот эти. Чё ещё тут можно выложить? Вот это можно всё повыкладывать. И, наверное, знаете что? Новый лук тоже зачарую. Зачаровую? Что у меня со словами, что с языком? Зачарую лук на защиту 2. На защиту 2, надеюсь, получится. Пожалуйста, хоть бы получилось. Давайте проверим. Так, сила 2, точнее, господи, какая защита. Сила 2 и прочность 1 получилась. Идеально. Ребята, лук офигенский. Конечно же, лазурит кладём в бочонок, который мы в прошлой серии опять-таки разместили. Ну и теперь можно последние вещи выложить в сундук, чтобы они нам не мешали. Вот так. В принципе, чё, вроде всё выложил. Так, золотое яблоко одно с собой, естественно, беру. Это выкидываем, выкладываем, вот это выкладываем. Ну и теперь, в принципе, у меня уже стопудово, как говорится, всё выложил. Идеально. Ребята, можно отправляться. Я готов снова идти в ад. Вроде бы взял с собой всё. 23 мяса, на самом деле, вот это вот единственное, что мне не нравится. Немного мяса. Я, наверное, сейчас чуть-чуть свининки себе порублю. Почему бы и нет? Спасибо огромное за мясо. Оно мне очень пригодится. Так, выбегай. Молодец. Всё, забираем мясо, которое есть. Сколько получили? 17 свинины. Отлично. Этого мне явно будет достаточно. Можно лететь, лететь. И ещё раз лететь, конечно же, обратно в наше адское измерение, в которое мы были в позапрошлой серии, если вы вдруг помните. Камон, давай, 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 телепортируемся. И, наконец-таки, давай. Во, я нахожусь в аду. Идеально. Теперь по этому аду мы с ним пойдём искать крепость. Я не знаю, в той стороне мы уже были, ни фига не нашли. Поэтому туда мы, думаю, не пойдём. Никого смысла в этом нету. Пойдём в противоположную сторону. Ой, на меня ещё и нападают. Я совсем забыл с собой золотые шмотки взять. Это проблема. Это действительно проблема. Ну-ка, интересно, а с них золотые шмотки у меня получится выбить или нет? Наверное, не получится. Я ещё такой дурак с собой даже деревня взял. Блин. Ладно, короче, пофиг. Не важно. Хотя, давайте проверим. Может быть, всё-таки что-то получится. Так, тут что у нас получается? Это у нас получаются самородки. Ладно, будем собирать. Возможно, когда-то нам эти самые самородки пригодятся в этом аду. Потому что, действительно, забыл с собой взять броню золотую. Это проблема максимальная. Окей. Так, пойдём мы примерно в ту сторону, думаю. В том направлении будем отправляться. Тут у нас всё отрезано, перерезано. Поэтому нужно каким-то образом тогда сейчас нам будет перестроиться. Для этого у меня есть блоки. Назаряка всего лишь 9 штук. Этого, естественно, мало. Мы сейчас с вами добудем ещё немножко. Чтоб можно было сделать себе более-менее нормальный мост. И самое главное, естественно, это аккуратненько вскапывать здесь всё, чтобы не упасть. Потому что упасть вполне вероятность такая имеется. И я бы этого, честное слово, не хотел. Так что потихонечку, аккуратненько идём. И всё это дело, конечно же, сейчас простраиваем. И там я что-то странное вижу. Стрела. Нифига себе. Это моя стрела? Судя по всему, моя. Наверное, я когда в ГАЗ-то стрелял, она туда попала и улетела. Да, по-любому. Видимо, это из-за этого. Там ещё и лавамерки находятся. Ух, лавамерка, это прикольно. Лавамерка, это интересно. На самом деле, я бы на неё сел. Но для этого нужно седло. И удочка с грибом. Короче, как-нибудь потом этим займёмся. А сейчас мы уже, тем временем, почти что простроились до нужного нам места. А именно вот сюда можно прыгать, телепортироваться, так сказать, катапультироваться. Ну и, в принципе, всё. Я готов искать крепость дальше. Куда пойдём? Туда не пойду. Хочу пойти туда. Хочу пойти в ту сторону. Тут у нас ещё и Глоустоун, который я бы, на самом деле, срубил. Потому что он даёт очень классное освещение. Да. Что-пудово этим нужно заняться. Пойдёмте. Я вот не знаю, если Киркой на удачу рубить, больше ли будет его выпадать? Интересно. Так, попробуем. Давайте. Так. Так. Падает. Сколько штук попадало? Сейчас узнаем. И, в итоге, у нас 2-3 штуки. Ну, в принципе, не знаю, насколько много у нас получилось. Если обычной Киркой ломать, то же самое будет. Проверяем. Так. 2 срубил. У нас уже 27. Да. В принципе, независимо, какая Кирка, всё рубится одинаково. Это же не руда. Так что удача здесь не влияет на добычу. На количество добытого, так сказать, Глоустоуна. Так. Спасибо. 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 Много мы уже срубили. Думаю, вот эту, как раз-таки, одну залежь этого Глоустоуна вырубим. И этого уже будет достаточно. Так. Чё это в меня стреляешь? Я не понял. Чё, смелый, что ли, такой, а? На. Вот и всё. Вот и всё. Будешь знать, как в меня стрелять? Говнюк такой. Так. Аккуратненько. Проходим. Проходим. Ребята, я вижу крепость. Чё, простите? Нормально. Это уже интересно. Нифига себе. Не ожидал. Прикол, ДС. Но так быстро. Это офигенно. Так. Ну-ка. А где есть там и фриты? Не, и фриты там стопудово должны быть. Но есть и спаунеры фритов. Вот это вот мне интересно. Судя по всему, быть должен. Поэтому пойдём. Там ещё и этот биом с эндерменами рядышком находится. Вообще супер. Очень даже неплохое размещение. Ребята, нам повезло, что мы в аду появились в очень хорошем месте. Так как и крепость близко, и бастион близко. Всё, что нужно, всё у нас близко. Это хорошо. Вон он, эндермен находится там на дереве. Мы, конечно же, пока что трогать его не будем. Потому что невыгодно это нам сейчас. Никакие силы тратки я на него не планирую и не хочу. Я просто-напросто возьму. И, конечно же, вот таким вот образом простроюсь. И пройду быстренько до крепости. Так, самое главное тут в лаву не нырнуть. Это было бы не очень прикольно. А вот таким вот образом простроиться очень даже полезно будет сейчас. Вот. Идеально. Опа. Прыгаем. И, камон, давай, давай. Поедем немного жареной свинины. И отправимся, конечно же, куда-нибудь в ту сторону. Ну, логично. Мы идём к крепости. Мы идём на крепость. Мы идём искать там эфритов. Поэтому именно туда держим курс. Такс. Шикарно. Отлично. Пропрыгали. Мы просто молодцы. Мы делаем всё хорошо. Мы делаем всё красиво. И мы уже находимся около крепости. Там ещё и багровый лес находится недалеко. Вообще всё классно. Размешение просто пушечное. Было бы ещё здорово, если бы мы прямо вот здесь появились с порталом в ад. Тогда было бы вообще классно. Там тоже крепость. Показалось. Нет, это не крепость. Это уже была не крепость. Надеюсь, что мне хватит этих самых блок, чтобы можно было достроиться до крепости и забраться. Так, вроде бы блоков хватает. Это очень хорошо. Это очень хорошо. У меня сейчас пролагал Майнкрафт, я сейчас смог упасть на самом деле. Но, к счастью... Да, опять пролагал, ёлки-палки. Но, к счастью, не упал. Слава богу, не падаем. Всё, мы забрались. Здорово, пиглины. Вон там я вижу первого эфрита, которого я, наверное, прямо-таки сейчас возьму и застрелю. Я же стрелу с собой взял. Взял. Он отреспавнился. Нормально, блин, конечно. Прикалываются эфриты, спавнятся и отреспавниваются. Тут ещё и скелеты вот эти опасные. Вот это, конечно, уже жёстко. На! Нравится? Попали. Хорошая очна. Кстати, спектральные стрелы очень хорошо в аду работают. Потому что в темноте порой никого не видно. А вот спектральные стрелы их очень даже хорошо подсвечивают. Я надеюсь, что с них головы выпадут. Когда-нибудь нам. Потому что головы вполне полезная штука. Есть шанс заполучить их и потом призвать Иссушителя. Это было бы классно. А вот они и эфриты. Вот они и эфриты. Ща мы по ним дадим. Попали? Не попали. Блин, ребят, снаряды-то летят. Снаряды-то летят. На, давай. Попали. Так, кто-то идёт. Никто не идёт ко мне. Продолжаем стрелять дальше. Эфриты умер один. Хорошечно. Так. Второго эфрита убиваем. Попали. На, готов. Идеально. Пойдёмте быстренько за палками, если они здесь есть. Стержни добыли первые? Первые стержни, к сожалению, великому не добыли. Ух ты, ёлки-палки. Смотрите, что там. Там есть золото. Там есть, наверное, сундук ещё. Вполне возможно. Интересно, интересно. Ладно, там ещё Гаст впереди. Опять-таки, эти самые скелеты. Очень темно, нифига не видно. В этом самая главная проблема. Попали. Отлично. Минус одного скинули ещё. Гаст в меня стреляет. Ты что, офигел? А ну-ка, получай. Ща мы по нему попадём. Попали. Ты ещё и не умер. Нифига себе. Как это так? Как это получилось? Во, всё убили. Слава тебе, господи. Офигенно так. Там никаких голов нету. Нету. Никаких голов не попадло. Опять-таки, сушители. Там золотники бегают что-то. Пытаются сделать. Окей. Мы прямо сейчас попадём в того скелета. Так. Не попали. Не хватает нам немного амплитуды. То есть, траектории. Потому что блоки там мешают. Так что прямо-таки сейчас идём сюда. В эту сторону. И где-то здесь вполне вероятно будут ифриты. Я уже слышу ифрита. Только вот где он? Вот он ты где. А ну иди сюда. Блин, ребята, не попадаем. Не попадаем. Тут ещё огонь. Вот этот огонь меня напрягает на самом деле. Так, мы тут можем спокойно его убить. Там лава? Там лава или нет? Надо перекрыть срочно. Всё, убиваем. Давай. На, первый стержень получили. Отлично. Шикарно. Так, ещё ифриты. Да ладно, ещё ифрита слышу. Неужели там спавнер сверху? Надо бы перекусить немножко. Я с собой забыл взять зелье огнестойкости. Вот в чём самая главная проблема. Да, ребята, здесь спавнер. Отлично. Это просто very good. Так, прямо сейчас нужно все эти территории перекрыть. У меня ещё кто-то опять-таки стреляет. Да что ж ты будешь делать? Откуда вы? Не понял. Ладно. Так, опять кто-то стреляет. Да сколько можно? Скелеты обычные пришли. В смысле? Откуда вы? Ай, опять стреляют. Ты пошёл вон. Ты-то вообще что тут делаешь? Отлично. Убили. Всё хорошо. Всё хорошо. Ифриты. Даём им отбой. Даём отбой. Попали по ифриту раз. Попали по ифриту два, да? Нет, не попали. А ещё попадём уже. О, попали. И ещё один предтаился тут как тут. Слышь ты. Да ёлки-палки. Надо здесь застраивать территорию срочно. Потому что иначе они будут спавниться фиг знает где. И потом мы ничего с ними не сделаем. Это будет проблема. Так, у тебя я сейчас не попаду, да? Да, тут я никак не прострелю эти текстуры. Нам нужно вот этого быстренько завалить. Получим, наверное, ещё один стержень, да? Нет, не получили. Ладно. Собираем, собираем каменные кирпичи. Срочно, срочно, срочно. Обязательно, в обязательном порядке это делаем. Отлично. Тебя, конечно же, уничтожаем. Получай. На, не знаю, выпал из него стержень. Потом это проверим. А вот там очень целая куча эфритов, ребята. Нифига, их много. Стреляем, избавляем. Семенц-один, минус второй ещё будет. Есть. Так. Попали, убили. Нет, не убили. В смысле не убили? Убили. Хорошо. Отлично. Ещё два эфрита тут. На, палки забираем. Уничтожаем. Слава богу, у меня броня хорошая, которая меня нереально защищает. Так, в тебя я сейчас попаду. Убью. В смысле, я опять не попал? В смысле, ты чё? Во, готов. Стержни попадали, наверное, в лаву. Так, нам нужно быстренько застраивать территорию. Срочно, срочно. Сколько стержней? Четыре штуки уже. Кстати, мы нормально тогда были. Но мне стержни, наверное, ещё и для зелий пригодятся, да? Наверное, нужно их побольше. Пофармить, господи, ещё один появился. На, готов. Ещё стержень? Нет. Больше стержня пока что не наблюдается. Это обидно. Это грустно. Но да ладно. Продолжаем строить крышу. Вот такую вот над головой. И, конечно же, снова застраиваем, вернее, выкапываем всё это место, чтобы дальше застроить. Получаем. Спасибо за кирпичи. Хорошие кирпичики такие, прекрасные. Мне они очень нравятся. Так, эфриты пока не появились. Вон там эфрит находится. Возможно, меня будет стрелять. Он меня стопудово видит, поэтому... Давайте по нему стрелим. Нифига себе, ещё и с той стороны атакуют. Со всех... Этих сторон. Просто со всех сторон. Так, там в лаву мы не упадём? Не упадём. Это хорошо. Ещё два эфрита появились. Убиваем тебя. Готов. И тебя, конечно же, тоже, по ходу дела, в тебя придётся стрелять. Да, в тебя действительно придётся стрелять. Получай. Стержень попадал? Я не знаю. Так, стержня вроде бы как там не наблюдается. Окей. Окей. Огонь ломаем. Закрываем дальше территорию, чтобы нас никто тут не смог покарать. И вот тут, наверное, тоже нужно закрыть. Отлично. Идеально. Всё, ребята, крыша уже почти что готова. Они никуда в скором времени вылететь не смогут. Такс. Шикарно. Прекрасно. Получили. Продолжаем. Продолжаем. Опять эфриты попали. Вот говняки. Опять эфриты по мне попадают. Я вам сейчас за это отомщу. Получили ещё один стержень. Опять-таки всё это дело застраиваем. А да ёлки-палки опять попали. Сколько можно меня поджигать-то уже? Успокойтесь. Я ещё его нечаянно вылил. Вот это я, конечно, дурачок. Случайным образом получилось. Я даже не хотел. Не хотел. Просто немного не тот предмет выбрал. Всё. Так. Это тоже застраиваем. Ну, в принципе, тут уже более-менее нормально. Они уже вряд ли куда-то улететь смогут. Шикарно. Нифига мы как от огня увернулись. Ребята, уже хватает стержней, чтобы найти примерно крепость. Но я, наверное, про запас на всякий случай подобываю ещё. Нифига себе, как у вас тут много. Показалось, 4 штуки заспавнилось. Но всего лишь 2, оказывается. Окей. Так. Здесь территорию стоит немножко, опять-таки, вычистить. Перекусить замечательной говядиной. Хватит в меня стреляться. Так. И, наверное, надо продолжить. Факелайки я уберу. Это всё дело можно снова застроить вот здесь. Вот таким вот образом. И вот тут тоже теперь можно уже застраиваться. Отлично. Идеально. Просто идеально. Идеально. Я уже чувствую то, что я в безопасности более-менее. Более-менее в безопасности. Ну и, в принципе, ребята, что поделать? Наверное, надо отсюда куда-нибудь пойти путешествовать. Я хочу найти сундуки. Вот сундуки поискать. Это было вообще круто. Потому что в сундуках могут быть, вернее, алмазы. Вот и первый сундук. Золото. И седло. Ребята, наконец-то седло нашли. Офигеть. Я же о седле так мечтал. Опа, ещё один спаунер. Нифига себе. Приятный бонус, знаете ли. Ладно, не будем его трогать. Пошёл он в попу. Как говорится, сейчас он нас не интересует. Нас вновь интересуют сундуки. Которых здесь, по идее, должно быть навалом. Здесь их должно быть очень много. И вот ещё один сундук. Что я и говорил. Блин, какой биом прикольный. Ладно, в этом биоме делать нечего. Так, золото, железо, броня. Офигенская броня конская. У нас, конечно, есть алмазная броня. Но и золотая тоже не помешает. Так, ещё один сундук. Отлично. Просто идеально, что в этом сундуке находится. Опять-таки седло. И огни его мы нашли. А если вот сюда спуститься. Так. Там что-нибудь будет или нет? Интересно узнать. Сейчас проверим. Здесь ничего. Тут ничего. И здесь уже, соответственно, идёт выход. Да? Да. Тут выход. Вход, выход. И мы опять играем в любимых. Тут ничего нету? Да, ребята, это всё. По ходу дела, это всё. О, адские бородавки. На рост я с собой заберу. Будем потом выращивать зельки делать. Это точно. Это точно. Спасибо. Прекрасно. Всё. Этого песка душа мне будет достаточно. Эти бородавки пускай растут. Мы будем свои выращивать, если что потом. Так, здесь что-нибудь есть. Тут ничего нету. Ладно. Ну, тут, конечно, красиво. Красиво. И ты красивый. Да-да-да. Вот и всё. Погиб. Нечего у меня стрелять было. Как говорится, кто на нас с мечом пойдёт? Кто-то от этого меча и погибнет. Вот так-то. Так, что у нас тут дальше? Что у нас тут дальше есть? Тут что-то есть? Здесь ничего нету. А здесь? Мне нужен сундук. Хеллоу. Ну, пожалуйста. Я тут всё обыскаю. Обыщу, точнее. Здесь тоже, к сожалению, великому ничегошеньки не было. Поэтому нам стоит отправиться в какое-нибудь другое место слегка. О, допустим, вот здесь. А, этот сундук мы уже лутали. Да ладно, нифига себе. А как это я так, получается, обошёл? Как это я так всё обошёл? Не понял. Так, опять-таки адские бородавки. Если туда пройдём, тут сундук, наверное, не будет. Нет, тут сундука нету. Нам нужно забраться немного повыше. И вот здесь тоже побегать что-то поискать. По-моему, больше. Ещё сундук. Отлично. Надеюсь, что этот сундук я ещё не видел, не лутал. И я и блутал. Как это так получилось? Чё-то я немного недопонимаю. Недопонимаю. Здесь ничего нету. Ну, по ходу дела, всё облутали. Правильно? Так, тут спаунер. Ну, в принципе, да. Ладно, алмазы мы тут не нашли. Это очень печально, на самом деле, то, что алмазов мы тут не встретили. Но, ладно. Окей, вон туда, кстати, я ещё, по-моему, не ходил. Кстати, да, давайте ещё вон туда сходим. Почему бы и нет? Может быть, там что-нибудь есть? Может быть, мы здесь что-то ещё не углядели? Так. Вполне вероятно. Можно вот как-нибудь вон туда повыше забраться. Давайте заберёмся, посмотрим. Тут я уже слышу иссушителя. Скелета. Ай, попал по мне ещё кому-то такой. Получи. Получай. Дай голову. Голову не дал. Очень жалко. Нужно будет червать меч на добычу и потом уже с этими скелетами справляться. Здесь мы больше ничего не находим. Эд тупик. Эд тупик. Вот сюда можно простроиться. Тут можно взобраться. И вот последнее место, где могут быть сундуки, это где-то здесь. Да, ребята, тут действительно есть сундук в этом сундуке. Так, мы тут тоже были. Чё, простите? Мы уже тут всё облутать успели. Каким образом сюда-то я прийти смог? Чё-то я немного не понимаю. Да. А, ну всё. Сто пудово. Всё, сто пудово. Всё уже теперь я на 100% уверен, что мы тут всё уже проискали, как говорится. Выискали. И тут лобить нам уже нечего. Так, тут я перепрыгну? Наверное, не перепрыгну. О, господи. Ого. Это опасно. Так. Господи, вот это жесть. Оп. Всё. Фух, ребят, это самое главное, чтобы лава не упала. Ой, было бы плохо. Вот это была бы ошибка дичайшая. Так. Всё, осторожненько. Осторожненько. Нам нужно отсюда уходить. Прыгнули. Всё нормально. Живы, целы. Молодцы. Перекусим, не перекусим. Мы ещё не голодные, поэтому перекусивать не будем. Только ойди, ёлки-палки, думаю. Чисто ойди. Так. Мне нужны блоки какие-нибудь. Вот, наверное, кирпичи очень даже кстати будут сейчас. Забрались. Здесь нам ловить нечего. И вон там. Ну, в принципе, да. Всё, пора идти. Пора идти домой. Всё, что нужно было, мы добыли. Теперь у нас есть материалы для создания самых настоящих ок-эндера. И это меня не может не радовать. Это просто офигительно. Наконец-то мы их нашли. И, наконец-то, неужели скоро я пойду на дракона? Это просто сумасшествие. Пойдём, пойдём, пойдём. Давай спускаемся. Молодцы, спустились. Так, идём дальше. Спускаемся в плане... Пока не спускаемся. Вот теперь вот заходим. Чё у нас тут кто-нибудь есть? Никого нету? Никто не нападёт даже на меня? Скучно. Я думал, кто-нибудь нападёт. Но не тут-то было. Так. Вон то золото. Я вот не знаю, стоит ли сейчас нам обук... Обкрадывать? Там сундук. Да, ребята, определённо стоит. Раз там сундук находится, то значит это что-то интересное. В этом сундуке может быть что-то полезное. Поэтому я туда, наверное, схожу. И, конечно же, всё это дело раздобуду. Пойдёмте. Вот они мои блоки. Надеюсь, что этих блоков мне хватит, чтобы достроиться до туда. Так. Как вот только спуститься бы более-менее аккуратным способом здесь? Не понимаю, надо же как-то вот так. Во. Так, вот таким вот образом идём. Спускаемся. Блин, кирка ломается. Вот в этом самая главная сейчас проблема. То, что кирка заканчивается. Этого мне не нравится. Но что поделать? Такова судьба. У этой кирки, значит, раз она заканчивается. Так. Идём, спускаемся. Всё. Тут нужно быть аккуратными. Теперь нужно быть максимально осторожными. Вот. Здесь ещё можно немного спуститься. Отлично. Так. Давайте перекусим. Всё. Наелись. Ну и, в принципе, теперь уже смело можем строиться. Более-менее нормальная высота. И, ребята, вы бы знали, как мне страшно. Вы бы знали, как мне страшно. Меня сейчас какой-нибудь кефрит может запульнуть. И всё, ёлки-палки. Ой, господи. Рискуем, как не знаю кто. Ладно, поехали. Давайте, 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 давайте. Строимся, 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 строимся. Ещё, 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 ещё. Я так боюсь. Так. По сторонам нужно иногда смотреть, чтобы точно всё было хорошо. Так. Простраиваемся. Всё нормально, всё нормально, всё нормально, всё нормально. Ещё простроились. Так. По сторонам. Никого нету. Лаомерка ходит себе спокойно, гуляет. Вроде бы как никого. Никаких гастов. Ничего. Всё хорошо. Продолжаем строиться. Строимся. Давай. Так. 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 Ещё чуть-чуть. Я чувствую, совсем немножко осталось. У нас 30 блоков. Но нам хватает. Нам хватает. Наконец-то. Всё, ребята. Ура. Ура, ура, ребят. Простроились. Слава богу. Слава богу, живы. Это очень хорошо. Ну и в принципе уже здесь мы находимся около сундука. Во-первых, я конечно же срублю себе золото. Золото. Золото ко мне. Моё маленькое, миленькое. Опа. Отлично. Ай-яй-яй-яй. Это я конечно нормально упал. Блин, слава богу, у меня на огнеупорность этот нагрудник. Капец. Чуть не сдохли, ёлки-палки. Если бы фиговая броня была, могли бы погибнуть сейчас. Но к счастью всё хорошо. Так, сколько обсидиана. Яблоко золотое, неплохо. И я наверное выкину в вьющуюся лозу. Афика нам не нужна. А вот эти кремнии и так далее. Всё это дело можно собрать. Вот. Огни во мне не надо. У нас атака целая куча. Ну и в принципе тут уже ловить нам больше нечего. Обсидиана добыли. И уже на этом, как говорится, спасибо. Пойдёмте отсюда. Пора отправляться домой. В принципе, все самые главные миссии в аду, по идее, я выполнил. Да, что тут осталось делать. Наверное, только ловомерку приручить. Как говорится, оседлать её и всё. Больше тут в принципе делать нечего. Или что-то я упустил. Интересно, ребята, узнать у вас, что вы думаете. Мог ли я что-нибудь упустить. Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. А я тем временем, наверное, вот таким вот образом простроюсь наверх. И уже скоро времени мы будем дома. Потому что бежать нам осталось совсем всего ничего. Всего ничего. Вот в эту сторону сейчас мы пробежим. И надеюсь, у нас всё получится выйти. Это кто такой, господи. Капец, показал какой-то странный чувак. А на самом деле всё нормально. Всё нормально с такими типами. Мы уже знакомы. Мы уже знакомы. Как-то вот так мы шли, да? И по идее наш дом находится в той стороне, да? Я правильно же думаю? Я же правильно понимаю? Или неправильно понимаю? Пока месяц мне непонятно. Ладно, не суть важно. Не суть важно. Пойдёмте наверх. Забираемся. И в принципе где-то вон там портал уже находится. Находиться должен, по крайней мере. Ну-ка. Он там есть? Или его там нету? Так. А, вот мой мод. Всё, ребята, я понял, где я. Теперь я максимально понимаю, в каком примерно месте я нахожусь. Поэтому всё хорошо. Блоков должно хватить, чтобы достроиться. Так. Хватает. Отлично. И в принципе всё. Теперь самое главное это удачно пробежать и никуда здесь не упасть. Всё. Вроде не упали. Вроде не упали. Вроде всё хорошо. Паркурщики из нас ещё какие. В принципе, даже паркуром не пахнет. Но в любом случае всегда есть шанс в аду упасть куда-нибудь в глубину в лаву. Просто-напросто не заметить ямку какую-то хитренькую. И всё. Но, к счастью, всё обошлось. Фух, ребята, вышли целыми. Вышли живыми. Мы живые. Идём домой, наконец-таки. Добыли всё, что нужно. И прямо сейчас я принимаю решение сразу же замутить себе эти самые Окоэндера. Поэтому идём быстренько за глазиками. Глазиками, глазиками, глазиками. Так, где они у нас находятся? Глазики мои. Так, это повыкладываем пока что. Глазики находятся у нас вот здесь где-то, да? Нет, тут? Нет. В смысле нет? А где они? Я чё, слепой? Я слепой. Вот они. Всё. Фух, слава богу, нашли. Так, делаем огненные порошки. Так, 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 так. Вот эти пока оставим. Два стержня. На всякий случай. И что же? Проверяем. 12 Окоэндера у нас готово. Запустим мы их откуда? Это уже вопрос интересный. Давайте проверим. Куда же он полетит? Вот отсюда запускаем. Три, два, один. Кэмон. Так, летит он в ту сторону. Ооо, май годнис. Видимо, исследовать новые территории в будущем неизбежно. Скоро мы пойдём в этот ледяной биом. Потому что именно туда направляется это Око. Офигеть. Давайте вот так вот сделаем блоки. Типа вон в ту сторону. Теперь мы это запомним. Ну и в принципе, ребята, я считаю то, что серия сегодня получилась очень продуктивная. Спасибо огромное всем, кто смотрел. Если вы ещё лайки не поставили, обязательно ставьте. Если ещё не подписаны, подписывайтесь на канал, потому что уже очень скоро вообще нас такой эпик ждёт. Просто с ума зайти можно. В принципе, ребята, на этом всё. Огромнейшее спасибо за просмотр этой серии. Я с вами не прощаюсь. Поверьте, дальше будет только интереснее. Увидимся в следующих сериях.